Окей, в третьем сезоне я почти не говорил о Палаше Редрикса, но за последнюю неделю это чуть ли не самая частая тема, которую я слышу, так что вот, второе видео с этой пушкой на обложке. Привет, Страж, я Джонни Лейни и это канал Трипл Вейп. Друзья зовут выбивать палаш, народ копит денежку, чтобы попросить тащеров помочь, а Банджи тем временем анонсировали клинок Редрикса, абсолютно такую же импульсную винтовку, но еще и с дополнительными ячейками под рандомные перки. Об этом я говорил в своем прошлом видео, посмотрите, если пропустили. Эту винтовку теперь можно будет получить по квесту, кто-то считал, что так будет легче, кто-то говорил о том, что радоваться рано и квест может оказаться сложнее, чем набить 2000 очков в компетах, хотя что может быть сложнее для среднестатистического игрока. Я же считал, что квест это интересно. И вот теперь DMG04 поделился всеми этапами этого самого квеста и все встало на свои места. Да, квест не сложный для тех, кто играет в Гарнила, и квест займет довольно много времени у не столь опытных пвпшеров. Он может вызвать горение, на мой взгляд, только если вы ну уж совсем не можете в пвп. Но мой вам сразу совет, не стоит вам и переживать на этот счет. Прожженные Гарнила Короли же не особо жалуются, что не могут собрать все пушки с рейда или налетов. У каждого свой эндгейм. Давайте разберем этапы. Мы, кстати, их публиковали сразу у нас в группе ВКонтакте, как только они появились. Так что, чтобы узнавать о новостях еще оперативнее, подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждению. Ссылка в описании. Первый этап – убить 200 соперников с любой импульсной винтовки. Второй – добиться ранга героизм в доблести. Третий – совершить 75 двойных убийств. Потом убить 150 соперников выстрелом в голову с любой импульсной винтовки. Убить по 50 соперников разным типом урона. Сыграть по 25 матчей в быстром плейлисте, состязательном плейлисте и в стычке. Выполнить 20 контрактов Гарнила, а затем 5 раз обнулить ранг доблести в течение одного сезона. Я думаю, что квест честный и справедливый. Он не слишком даровский, так что те, кто получали Редрикс оригинальным способом, не могут говорить, что все упростили до невозможного. Но в свою очередь, те, кто его не выбил, теперь получат возможность его залутать. Главное отличие квеста от оригинального способа, на мой взгляд, в том, что квест можно закрыть в соло. Да, долго, да, трудно, но можно. От нас не требует винстрик из 10 игр или вроде того. В состязательный плейлист отправляют только на шестом этапе, но даже там просят просто сыграть 25 матчей, а не выиграть. Основных претензий, которые звучат к квесту, я видел две. Пять раз обнулить ранг доблести, это дохера. Да, это сотни игр, сотни. Но, это плейлист быстрых матчей, в котором вы можете опять же играть в соло. Тут вопрос команды, безусловно, тоже важен, но не так, как в рангах славы. Плюс, Банжи частенько в последнее время подрубает увеличенный опыт для этого режима, благодаря которому вы получаете в 2-3 раза больше репутации и за один вечер можете поднять 2-3 ранга, особо не потея. Еще одна претензия, но понятная имбовая пушка будет только у тех, кто и без того хорошо играет. Вообще теперь в пвп не зайти. Кхм. Во-первых, с чего вы взяли, что именно Редрикс будет имбой? Да, есть предпосылки думать, что она будет крутой, но в игре появятся десятки новых пушек. Что насчет них? Уверен, что и среди них найдется что-то, что будет работать ничуть не хуже. Револьвер вой луны мы уже видели, чем тоже не имба. Экзоты тоже наверняка заработают иначе, так что давайте судить не будем так рано. В любом случае, тебе точно стоит ждать видео обзора на эту пушку на канале. Возможно сделаю некое сравнение клинка и палаша. А на сегодня все. Подпишись на канал. С релизом отвергнутых ты найдешь самую интересную и полезную информацию именно здесь. Так что до связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова